Музыка Какое настроение перед спектаклем? Крутое Вы готовы? Да Уже порепетировали? Да Пока что нет, на самом деле Пока что наши мягкости Да, чуть-чуть волнуемся Я уже не переживаю, потому что я уже Много раз выступала и репетировала С моими партнерами И актерами Собрались, 3, 2, 1, поехали Что делать? Как волнулись теперь с выступлением? Ну, не совсем Ну так, чуть-чуть совсем Ну, инстастори для инстаграма снимаете? Нет Я да Скажи, какая у тебя роль? У меня роль придворная и самая Я играю в белку и придворная Потом в платье Я придворная и стол Интересно, правда? У меня маленькая малефисента, маленькая врода У меня развеяние личности, манекен и придворная И горгулья Сейчас я буду феем Потом, именно буду я Огелочком И вот Какая самая тяжелая роль? Ну, никакая не тяжелая Самая тяжелая Это надо будет заполнить У нас есть новая Ну, такая штуковина Делать с палочками, не орать, как сумасшедшая Это смешнее Вот И там это очень нам иногда Вот я видела на репетиции, что мы иногда это подзабываем Могу себе позволить забрать начальство сережки? Да, просто это... Не проблема вообще Тань, платье снимаешь, что стоишь? Денчик, а где твоя борода? У тебя есть борода, бороды у тебя нет Вот и нет мой ответ Дай я тебе, друже, зритель, обниму Пешкофе, да? Готовлю Готовлю, кстати, нашим работникам сцены Король, сам король готовит кофе У нас было все хорошо со звуком, со светом и с реквизитом Кулинарное шоу от короля В Макдональдсе хуже Хотя кофе хорошее Как кофе королю? Зубами открывать? Что это такое? Зубами лучше не надо А я помню Сколько стоит ваша служба? Скажите, делайте на камеру 26, 27, 28 Вы мама кого-то из актеров, да? Да, я мама феи Красная фея, маленькая Расскажите, вы переживаете? Сегодня уже чуть полегче Первые разы, конечно, на сцене это мы ушем Расскажите, какова это, когда дочь актериса? Очень дисциплинирует Каждый раз, воина, репетиции, сон Тяжеловато Расскажите, ваша дочь выступает в этом спектакле, да? Да А кого она играет? Она играет маленькую зеленую фею, фею добра Она играет цветочек самый красивый, розово-желтый И она играет ангелочка, который выходит первым Скажите, вот артисты все переживают, а как вот родители? Они переживают за свои дочери? Родители переживают больше, чем артисты У меня дочечка сегодня моя выступает Она у нас придборная дама и солушка Скажите, вот осталось пять минут до выступления Все готово? Да, все готово, все хорошо Костюмы разложены, приготовлены Ребенок настроился А вы как настроены? Ну а как же, всегда, всегда настроены переодеть, помочь, подать, убрать Все ребята в основном говорят, что они очень волнуются перед выступлением Скажите, а у вас со стороны родителей, какие чувства? Ну конечно, волнение за всех, не только за своего ребенка, за всех актеров волнение, конечно Мы же делаем сказку для всех, общую, добрую Поэтому все у всех должно быть хорошо, все должно быть слаженно Ваша дочь выступает сегодня, да? Да, Камила, Эрдем Камила Расскажите, а в кого она играет? Она играет три роли, маленькую синюю фею, ангелочка и цветочка Вы переживаете? Ну, как любая мама, думаю, да Даже больше, чем Камила, да? Думаю, да Она куда спокойнее, чем мама Кто сегодня выступает из ваших детей? Сегодня выступают две мои дочки Аня, 14 лет, и Евочке, 8 А какие у них роли? Да, у них такие интересные роли Значит, они исполняют несколько ролей Ева и Аня сначала выходят придворными Потом Ева перевоплощается в маленькую Аврору А у Ани и Алиниона И тортик, и даже горбуля Поэтому дети могут на этой сцене переживать многогранные чувства В разных ролях Я думаю, им это очень все нравится и интересно А нам, конечно, как родителям, очень тоже интересно Приятно наблюдать за всем происходящим Мы тоже так же волнуемся Волнуемся за них, чтобы все Они успели, чтобы все у них сложилось на сцене Ну, в общем-то так Расскажите, а кто сегодня из ваших детей выступает? Сегодня все наши дети выступают Моя дочь в том числе А какая у нее роль? У нее роль две Придворная и Белочка Скажите, вот дети рассказывают, что они очень волнуются А родители? Родители волнуются сильнее, чем дети Мы не спим ночами, переживаем И держим кулачки на спектакле Сейчас мы настроимся и отлично выступим Дорогие друзья, мы вас приветствуем в нашем телемагазине Холодного оружия Эти мечи могут быть как приспособлением для боя Так и ножами для любой домохозяйки на кухне Ими можно резать хлеб, огурцы Делать бутерброды на работу мужа И много чего другого Покупайте Обращайтесь по номеру 093-67 Вызял нож Режу Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ура!